Зачем? Зачем, спросите вы, среди этих алюминиевых обелисков стоит вот эта вот, прости господи, сиреневая кракозябра из мира сисадминов и инсталляций? А потому что, видите, здесь имеется провод для передачи по оптике вот этих самых ваших интернетов. И да, именно он нужен для обеспечения полноценной работы одного из самых отбитых цифровых девайсов, которые когда бы то ни было встречались в моей практике. Одного. Да нет, их тут четыре штуки, друзья мои, и эта самая дорогая, самая топовая и самая безумная система фирмы Матрикс. Впрочем, градации безумия здесь есть разные, но начнем с самой махровой вот этого вот стримера с индексом MS-1. Давайте издалека. Итак, это фирма Матрикс. Вы, наверное, уже видели какие-то обзоры, которые выходили у меня на канале. Китайская контора, которая делает стримеры супертехнологичные, со всеми вообще функциями, которые только возможны. При этом еще и со звуком и играющие. И, что самое главное, за более-менее разумные деньги. И до сих пор они делали исключительно стримеры и ЦАПы. Да, в какой-то момент они добавили в линейку усилители в классе D, тоже в небольших таких корпусах. Ну, вот это классическое заигрывание с мультисистемой, хотя ты заточен под цифровые аппараты. Но не более того. И самое дорогое, что у них было, ну, типа было что-то в районе полуляма. И вот внезапно, ребята, полноценная система с двумя стереоконцами, с предусилителем полностью балансным и стримером в качестве источника. И такого уровня, это хай-энд, это не шутки, это такого уровня, на который не только Матрикс до сих пор не замахивался, ну и вообще мало кто в аудиоиндустрии замахивается на такой уровень. А эти ребята сделали реально хай-эндную, полноценную систему с полностью аналоговым усилением и такими фичами, безумию которых завидую даже я. Два конца по 450 ватт, полностью аналоговый предусилитель в классе А, конечно, и вот эта вот тварь. МС-1, стример. Вот, собственно говоря, давайте с него и начнем. Вы видите два транса, и да, это блок питания стримера. Два тароидальных трансформатора, потому что он не только полностью балансный по схемотехнике, он еще и полное двойное моно, начиная от питания, то есть каждый канал от своего транса. Но зацените, как он стримит. Никакого Wi-Fi в этой коробке не предусмотрено. Wi-Fi для школоты. Пожалуйста, ваши эти вот пукалки резиновые, вот на них вещайте по Wi-Fi. Здесь только проводом. Есть Ethernet, но для слабаков. А есть вот этот самый провод, как он называется, FPS, что ли, или что-то. Два оптических провода, которые обеспечивают, втыкайся, обеспечивают с одной стороны максимальную пропускную способность и скорость, которую никакая витая пара тебе не даст. О, смотри, потерял, потерял-таки интернет, да? Ну ничего, сейчас появится. А во-вторых, полную гальваническую развязку от любых наводок и шумов, которые могут прийти к вам из этой самой проклятой сети. Да, там же бог знает, что творится в этих самых интернетах. Да, и именно так у нас тут все и устроено, и именно для этого стоит вот этот вот профессиональный свитч с выходом FSP. Ну, короче говоря, вы понимаете, о чем речь. FPS, как это правильно аббревиатура произносится. Но тем не менее. Это, друзья мои, только начало. Стример построен на четырех чипах AKM. Ну, в смысле на четырех. На самом деле на двух. Это на тех самых новых топовых AKM, которые состоят из двух чипов. Один отвечает за обработку цифрового сигнала, а другой вот этот вот выходной модулятор чего-то там. Естественно, они стереофонические, но, естественно, здесь стоит их два, потому что это полностью балансная конструкция, и в каждом канале стоит отдельный стереофонический чип. Точнее, два последовательно. Ну, и про всякие там кондеры, мундерф, и вот это все я просто молчу, потому что элементная база здесь настолько отборная, насколько просто может быть. Но вы зацените красоту отделки. Вы видите вот эти все отверстия? Ооо! Ой, они очень красивые. Они не просто для красоты, они разного диаметра и размера. Есть некоторые сквозные, есть некоторые не до конца просверленные. И тут топология схемы прибора устроена так, что у тебя ток воздуха продуман от наиболее нагретых частей схемы к менее нагретым так, чтобы ничто не перегревалось, но при этом у тебя нет вентиляторов, но через вот эти все отверстия естественный ток воздуха происходит, естественная вентиляция происходит так, что у тебя весь аппарат в идеальном режиме работает. Ну и стример, кстати, тоже греется, но пред в классе А. Ну, как говорит наш коллега Максим Семейкин, ну-ка покажите мне пред не в классе А. Да, не важно. Но греется он изряднейший. Блин, какая же красивая крышка. Ой, как, ребят, как это все сделано. Я в восторге. И это Матрикс, понимаете? Это не какой-нибудь тебе грифон. Да, и более того, тут схема тока воздуха и расположение элементов тракта такое, чтобы все вентилировалось, но при этом пыль на жизненно важные схемы не налетала. Понимаете? Потому что пыль у вас всегда есть. Но сюда она не попадет на усилительные, например, каскады. Нет, потому что так здесь устроена топология схемы. Вау! Ну и, собственно говоря, шасси здесь. Это цельнолитая станина двухуровневая, которая, между прочим, на которую сверху навешивается вот этот вот корпус. То есть само шасси, оно вот такого вот размера. Оно ровно по ножкам, на которых стоит аппарат. А сверху навешиваются вот эти вот панели толщиной. Вы меня извините. Боковая это сантиметр. Верхняя это, ну, 7 миллиметров минимум. Передняя это полтора сантиметра толщины. Вау! И еще внутри реально несущее шасси. А это только сверху. Внутри, конечно, имеется всякое вот это вот переключение выходных фильтров с ЦАПа. Обсэмплинг. Значит, он может обсэмплить PCM в 16 раз от 44-16 и переводить весь поток в DSD вплоть до DSD 512. Естественно, да. Все, все умеет. Но это топовые чипы AKM. Для них невозможного мало. Но это все ерунда. Потому что, ребята, здесь есть не просто еще в стримере, ребят, в стримере, не в преде. В стримере не просто аналоговые входы, а вход на фонокорректор. МММЦ. И вот тут начинается реальное безумие. Что вообще? В стримере? Фонокорректор? Эээ... Ну, это правда. Ну, в смысле... Я думаю, что на планете Земля больше такой конструкции нет ни у кого. Тут фишка в чем. Представьте себе. Сигнал с фоника приходит сюда, попадает на АЦП и переводится, например, в DSD 512. Типа самый топовый формат. И у него есть вход и выход И2С. То есть, вот этот вот I2S. То есть, та самая шина идеальной передачи цифрового звука. В том смысле, что выход здесь есть, потому что предполагается, что если вы... Есть и выход, и вход. Соответственно, у тебя может быть какой-то невероятный цифровой источник, который ты еще можешь использовать для того, чтобы запускать сюда сигнал. Но у тебя идеальный выход, потому что, ну, лучше ЦАПа, чем здесь. Может быть, вы и найдете, но в нем точно тоже будет И2С, потому что это уже стандарт high-энда. Короче, ты сюда запускаешь винил. Фоник, кстати, обалденный. Реально. Мы послушали пластинки. Вау! Ну, то есть, в смысле, я поверить не могу, что можно фоник встроить в стример. Окей, fair enough. Значит, и ты с этого фоника винил переводишь в DSD-512 и выводишь в И2С, то есть, в идеальном цифровом потоке, куда твоей душеньке угодно. Вплоть до профессиональных студийных аудиоинтерфейсов для того, чтобы создавать вот эти самые рипы. И что, выкладывать их на рутрекер? Но, тем не менее. Кто там мечтал цифровать винил в максимальном качестве? Лучше, чем эта штука, вам сейчас в природе не найти. Короче, фоник реально отличный. И вся эта конструкция стримера, не знаю, зачем бы вам это понадобилось, но все это офигенно работает. Переходим к следующей коробке. Предусилитель. Ребята, это полная, кстати говоря, между прочим, в целом коробочка та же самая, передняя панель другая. Боковины, да, боковины такие же, я думаю, что и верха тоже. Но вот пред очень сильно греется, стример меньше греется, поэтому поставили сверху пред. Короче, пред, понимаете, мне кажется, а нет, в смысле, кажется, это первый полностью аналоговый девайс, сделанный Matrix Audio. Вот что удивительно, понимаете, фонокорректор есть в стримере, а здесь нет ничего. Ни ЦАПа, ни фонокорректора, никаких эквалайзеров, шмалайзеров, ничего. Полностью балансный, дуал моно, как положено, тоже два транса в питании, естественно. Он один весит больше 16 кило. Нет, так вот прям его не могу поднять. Да ну, серьез ли? Вау! Вот это крича. Я хочу его целовать, реально. О горячий, ты моя горячая девочка. Так вот, здесь никакого шага ни в какие модерновые фишки, никакой цифры, тем более беспроводной связи, ничего. Полностью аналоговый пред с чистейшим, кратчайшим трактом, шесть входов, три балансных, три небалансных. Но при этом, кстати говоря, все, что в небалансе сюда приходит, внутри становится сразу же балансным, потому что он полностью симметричный. Не сделали регулятор громкости, но при этом громкость здесь регулируется не просто так, это резистивная матрица. Как положено все. Да, управление здесь модерновое цифровое, то есть вот тут жмешь на сенсорные кнопочки, все прекрасно. Кстати говоря, индикация обалденная. Но внутри все аналоговое до мозга костей, ни малейшей никакой цифровой ереси. Только громкость и баланс здесь регулируются. Идеальная ортодоксальная девайсина без малейшего вмешательства какой бы то ни было ереси. Сурово. Ну и конечно, ребята, концы. 42 килограмма каждый. Нет, вы посмотрите, какие они просто красивые. Как это все сделано. Вот реально дизайн аппаратов. Я видел многое в своей аудиофизической жизни. Это круче, чем какой-нибудь там, я не знаю, H, что-то там, Precision, Solution, вот эти вот какие-то швейцарские кирпичи за 10, 15, 20 миллионов. Эта штука выглядит реально круче, вы посмотрите. Прямо она выточена до детали. Эти вентиляционные штуки, они просто обалденно выглядят. Особенно, когда у вас косой свет какой-то, вы включите ваш торшер, вы обалдеете, как играет свет на этой поверхности. По 10 транзисторов в выхлопе. 250 ватт на 8 Ом в стереофоническом режиме. 900 на 4 Ома в масте. И, конечно же, по два транса в каждом. Понятное дело, тоже полностью двойное моно, полностью балансный тракт. Причем трансы, кстати говоря, и в преде тоже намотаны не просто каким-то там медным проводом, а медной лентой. Точнее, правильно сказать, проводником квадратного сечения. Что для транса принципиально важно. И делает его просто разрывающим все любые другие трансформаторы пополам. Короче, это прямо, ну, high-end разрыв. Правда, ребята. Максимальное приближение к идеальному трансформатору в вакууме. Оно вот здесь. Вот здесь. И вот тут. МА1. У них есть три режима работы. Стереофонический. То есть, ты можешь купить один такой усилитель. Он стерео конец. Например, стример может быть еще и с регулировкой громкости. То есть, с функцией предусилителя. Соответственно, ты можешь, грубо говоря, купить пред с громкостью. И один такой стереофонический конец. Все. У тебя система уже закончена. Уже все играет. Но можешь, конечно, еще выпендриваться. Купить стример, опять же, без регулировки громкости. Отдельный пред. И два конца. Или даже четыре конца. Потому что здесь есть, естественно, двойной выход. То есть, ты можешь четыре усилителя с этого аппарата записать, запитать. И тогда, конечно, можно устраивать такой аудиофильский разврат, что даже страшно представить. Тем не менее, даже если ты купил просто два этих усилителя, у тебя есть три варианта их подключения. Ну, как бы стерео, понятно, это один. Есть вариант моно. Когда у тебя усилитель приходит, сигнал одного канала. И ты можешь со стереофонических клемм пустить, соответственно, этот сигнал. Например, если у тебя акустика с двумя клеммами подключения. Для высокочастотной секции и для низкочастотной. Соответственно, вот их распределить. Сразу говорю, честно говоря, мне не понравилось, как это работает с монитором аудио. То ли в крас... Мне кажется, это зависит еще от того, как ведет себя вся акустика. Надо экспериментировать. Но ты можешь поставить еще в мост, да, когда он становится просто моноблоком на те самые 450. И тогда уж мало, никаким колонкам не покажется. Это, кстати говоря, класс обоя. Но чтобы вы понимали, в ждущем режиме эта зверюга потребляет 300 ватт. Ну, то есть, у него номинальная мощность на 8-м 250 в стандартном стерео-режиме. Он 300 ватт жрет просто в стендбайе. Дорогие европейские производители с вашей экономией энергии. Как говорится, передаем вам привет. А вот так должны работать нормальные оконечники здорового человека. Продолжаем. Ну и, короче, давайте так, ребята. Вы посмотрите просто еще раз на этот ящик. Вот как он выглядит. Честно, как говорится, я много повидал. Уже повторял это сегодня один раз. Ну, вот так вот смотрю на этот конец и думаю, ну, хорошо. Ну, это лямов 5. Ну, это же хай-энд явный. Там все так круто сделано. Такие цифры, что пипец. Ну, 5 лямов. Ну, это как обычный тест Владислава, да. Но хочется думать, что это 5. На самом деле, просят 15. Ребят, этот ящик стоит меньше миллиона у нас сейчас. Я понимаю, что это большие цифры, но по меркам хай-энда это просто смех. А эта штука играет в лиги тех, кто за 10. Понимаете, в чем шок? Они набиты, начиная от трансов невероятно намотанных, заканчивая там какими-то топовыми мундерфами и, например, тем, что у них нет переходных конденсаторов между платами. Вы понимаете, там, ну, там все вылезано идеально по аудиофилии. И это... И выглядит он все технически настолько по уму, насколько это возможно. А по звуку... Ребят, эта система реально играет на уровне не то, что топовых Марк Левенсонов, грифонов, вот этого всего. При том, что этот весь хай-энд, с которым я эти штуки сравниваю, он стоит в 10 раз дороже. Чувствительность этого аппарата. Короче, у него есть свое приложение, MA-Matrix. Да, все хорошо. Или, что там, Matrix Control. В него встраиваются стриминги, троллевали. Сюда, наверное, можно и из M-Connect играть тоже. И все это работает, все это прекрасно. Но он поддерживает, естественно, и RUN. И ты, когда переключаешься со стандартного его приложения на RUN, ты просто обалдеваешь! Какая разница просто в звуке от того, что ты сменил софтовый плеер. Потому что это настолько прозрачная система, настолько чувствительная к источнику сигнала. Shit in, shit out. Нас просто разорвало. Ребят, детальность здесь просто референсная. Это реально хай-энд без всяких шуток и без относительно цены. Я бы сказал, что, наверное, по характеру больше всего это напоминает старший Марк Левенсоне. Потому что супер точно, супер четко, супер быстро. Прямо вот. Но! При этом нет вот этой вот Левенсоновской пронзительности, надсадности, которая там часто бывает. А здесь он еще и человечный. Вообще не ожидал такого от Матрикса. Потому что, ну, люди делали стримеры. Хорошие стримеры. Прекрасные. Более-менее в нормальном бюджете. И тут решили такие зайти на Ниву хай-энда. Никогда с первого раза так не получилось. Вау! Я никогда не слышал, чтобы колонки монитора аудио так пели. Их еще надо заставить. Вау! Хорошо, ладно. Наверное, усилительная часть, прозрачный пред, офигенные энерговооруженные концы. Ну, даже за эти деньги, допустим, мы что-то еще можем там попридумать. Как говорится, есть люди, которые их делают уже много лет. И, в общем, тут конкуренция большая. Но стример, ребята, вот этот новый топовый стример, у меня абсолютное ощущение, что по уровню этого компонента сейчас на планете Земля ему равных по пальцам одной руки сосчитать. И стоить они будут наверняка изрядно дороже. Обалдеть! Да, друзья, есть один серьезнейший недостаток. Как можно было сделать аппарат, который просто хочется хватать руками, который хочется лизать, целовать, с ним хочется, блин, в кровать ложиться. Настолько он офигенный, и при этом не сделать у преда ручку громкости, которую ты будешь подходить и крутить. И у тебя будет настораживаться, понимаете, когда ты за нее берешься. Но ее здесь нет! В общем, как вы поняли, есть над чем работать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok